Интернет и новейшие технологии сделают ее доступной для многих участников, слушателей, поэтому я предлагаю начать. У нас сегодня очень интересная сессия. Меня зовут Ивашенко Андрей, я руководитель группы компании Химрар, а также лидер рабочей группы Нейронет национальной технологической инициативы. Меня попросили выступить модератором сессии и начать я хотел с того, чтобы представить наших участников, которые сегодня поделятся своими представлениями о рынках будущего и о том, какие уже успехи за те пять лет, которые существует национальная технологическая инициатива на этих рынках достигнуты. Так, чтобы все слушающие поняли, что это не какие-то фантазии, а это то самое будущее, которое уже наступило. И, соответственно, цель нашей сессии сделать так, что те технологические предприниматели, инженеры, изобретатели, которые у нас в стране есть и которые хотят творчески реализовываться в направлениях новейших технологий на благо нашей Родины, они знали, куда идти, к кому присоединиться, потому что работать в сообществе вместе всегда веселее и продуктивнее, чем самому прорываться в каких-то новых направлениях. Сегодня на нашей сессии присутствует Дмитрий Холкин, директор инфраструктурного центра EnergyNet, фонд ЦСР Северо-Запад, заместитель руководителя рабочей группы EnergyNet. Юрий Добровольский, доктор технических наук, профессор, руководитель Центра компетенции НТИ по новым технологиям мобильных источников энергии Российской Академии наук. Максим Томских, компания DroneNet, представитель группы Aeronet. Михаил Самсонов, директор медицинского департамента группы компании AirPharm и представитель HealthNet рынка. Денис Борисович Кравченко, депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор проектов «Локомотивы роста». Также к нам присоединяются в онлайн-режиме, как это модно сейчас, Алексей Боровков, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, лидер рабочей группы Технет и руководитель Центра компетенции НТИ, Андрей Родионов, генеральный директор АО «Кронштадт технологии», представитель «Маринета» и Вадим Саханько, руководитель проектов некоммерческого партнерства «Содействие развития и использование навигационных технологий НП ГЛОНАСС». Это представитель рабочей группы «Автонет». Дорогие друзья, скажу несколько слов. Напомню, как появлялась национальная технологическая инициатива. Пять лет назад по инициативе Владимира Владимировича Путина появилась национальная технологическая инициатива. Собрались эксперты, инженеры, ученые, технологические предприниматели, которые тогда это было организовано в виде форсайт-флотов. Шутку это называли «шарашка-2.0», потому что с парохода некуда было деться. И эти эксперты в течение, не помню, трех или четырех дней ввели мозговой штурм о том, в каких направлениях технологического развития в 1935 году в мире будет осуществляться конкуренция. И что можно сделать уже сейчас в России для того, чтобы мы в этих технологических направлениях заняли достойное место. Тогда, в общем-то, это было консенсусное мнение всех экспертов, всех участников, что эти рынки будущего, которые возникнут, они будут носить сетевой характер, поэтому все эти рынки назвали «нетами». Несколько транспортных рынков, аэронет, автонет, маринет, соответственно, рынки новых технологий, технет и новых производств, рынки новой энергетики, энергенет и рынки, связанные со здоровьем и с изучением мозга, нейронет и хелснет. Вот эти рынки были сформулированы как направления тогда, и в рамках этих направлений произошла значительная мобилизация сообщества, были запущены целые серии проектов. За эти пять лет уже есть результаты, многие из проектов впечатляющие и на слуху, и поэтому, чтобы не тратить время, я бы предложил перейти к нашим сегодняшним участникам. Всех прошу в течение пяти минут, поскольку мы должны все закончить по пятому, рассказать о том, что у вас за рынок, что за ставка, почему вы думаете, что это будет один из драйвер технологического развития в будущем, и какие есть доказательства уже сейчас в виде реализованных проектов на ваших рынках, которые подтверждают эту ставку. Соответственно, я предлагаю начать с рынка EnergyNet. Дмитрий Холкин. Спасибо большое. Добрый день. Я представляю EnergyNet, являюсь заместителем лидера рабочей группы и директором инфраструктурного центра. Действительно, пять лет назад мы запустили эту работу, сформировали дорожную карту, и в том самом Farsight Float, о котором Андрей сейчас сказал, сделали свою ставку. Мы определились с тем, что в основном на рынке энергетики расти будут те сегменты, которые связаны непосредственно с потребителями. Это распределенная энергетика, это энергетика на стороне самих потребителей, это небольшая генерация накопителей энергии и так далее. Оказалось, что эта ставка предельно верна. И по аналитическим данным международных агентств, и по нашей аналитике мы видим, что это быстрорастущие, очень емкие рынки. Скажу только одну цифру, что в горизонте до 35-го года прирост инвестиций в отрасль электроэнергетика, это примерно 700 миллиардов долларов, будет ошляться преимущественно за счет вот этих сегментов рынка, которые формируются вокруг энергетики, вокруг потребителей. И очень важно, что за эти пять лет наша позиция, наше видение стало разделяться и экспертным сообществом, и Министерством энергетики. В частности, наше представление об организации энергетики как интернет вошло и было отражено в утвержденной в этом году энергетической стратегии Российской Федерации и вошло в те или иные программные стратегические документы корпораций и ведомственных программ, в частности, по цифровой энергетике. Основная наша работа, и мы к этому пришли не сразу, на самом деле состоит в том, чтобы снимать регуляторные административные барьеры для формирования новых рынков. В настоящее время мы ведем работу по семи направлениям. Это управление спросом, это микрогриды промышленные и удаленные, это система накопления энергетикой цифровой сети, это потребительские сервисы и водородная энергетика. Покажу на примере, как мы ведем работу и как она формирует эти рынки. Год назад, летом прошлого года, был сформирован в экспериментальном режиме и запущен рынок управления спросом. Это рынок, когда потребители, которые снижают свое потребление в пиковые часы, получают с рынка вознаграждение за это свое поведение. Этот рынок начался с маленьких объемов всего 50 мегаватт. Через год этот рынок уже составляет более 600 мегаватт. И к 2025 году мы ожидаем, что он будет более 5 гигаватт. Это значит, что за счет достаточно простых цифровых технологий и организационных методов мы создаем возможность для того, чтобы существенно сократить потребность в новых инвестициях, в генерирующие мощности и в сетевые мощности. По нашей оценке, экономический эффект от данного рынка будет составлять около 100 миллиардов рублей в год. Понятно, что часть этого эффекта пойдет на то, чтобы те компании, которые осуществляют бизнес в этом сегменте, получали свой доход. И технологические компании, которые будут разрабатывать под этот рынок, технические решения тоже будут получать из этого экономического эффекта монетизацию своих усилий. И таких направлений у нас уже в этом году запускается еще несколько. Вышло постановление правительства по эксперименту в области промышленных микрогридов, так называемых активных энергокомплексов. Вышло распоряжение правительства по регуляторному эксперименту в части цифровых сетей. И мы рассчитываем, что еще в этом году запущено будет постановление правительства, выйдет постановление правительства, касающееся применения накопителей в сетях. Теперь буквально очень коротко про два системных проекта. То есть для нас важной задачей является сборка сообщества, привлечение новых участников сообщества в нашу деятельность. И мы это делаем через специальные системные работы. Понятно, что при переходе от пилотных проектов, от разработок к масштабированию, мы должны выйти на новые инженерные подходы по организации энергетических систем нового поколения, которые называются клиентоцентричные, или система на краю сети, которая находится. И мы в рамках проекта НТИ разработали архитектуру интернета энергии. То есть такой организации энергетики, которая строится во многом по принципу сети, о чем говорил Андрей, НЕТА. Разработан архитектурный фреймворк, проекты национальных стандартов. В МФТИ развернутый демонстрационный комплекс такой системы интернет-энергии. Мы буквально на следующей неделе в рамках конференции на ЖЕНЕТКОН будем проводить демонстрацию для всех желающих работы этого демонстрационного комплекса. На основе этого сейчас запущена разработка платформы, которая будет позволять многим компаниям, которые включатся в экосистему этой платформы, участвовать в разработке решений для распределенной энергетики. И сейчас уже запускается ряд пилотных проектов в Подмосковье, на Ямале, в Сингапуре и в Люксембурге. Построены на данном подходе. Мы очень ждем, чтобы все заинтересованные участники включались в эти экосистемные работы. Это нам очень важно. Второе важное направление работ — водородная энергетика. Вообще говоря, это даже курьезная немножко ситуация. В 2015 году, когда мы начали говорить про водородные проекты, большая часть экспертов, которые оценивали наше предложение в дорожную карту, ну, скажем так, честно, забили эту инициативу. Мы не смогли ее доказать так, чтобы она прозвучала громко. Очень по-партизански мы включили эти направления в дорожную карту и делали пять лет эту работу. 2020 год оказался победоносным для водородной энергетики. Приняты стратегии ЕС, Германии, Франции. И даже вышла наша дорожная карта — план развития водородной энергетики Российской Федерации. Но смотрите, это все хорошо, когда какая-то инициатива начинает звучать и в высоких кабинетах, и в бизнес-сообществе, и в научных кругах. Но важно решать проблемы, которые не позволяют наша ситуация продвигать эту инициативу до практической реализации. Водородная красота — самая история. Рынок появится к 2030 году, а вкладываться надо в него уже сейчас. Поэтому мы считаем очень важным создавать такие территории ускоренного развития новой энергетики. Это одна из сильных идей, которые мы предложили на данный форум. И работаем сейчас над созданием двух кластеров в Санкт-Петербурге и на Сахалине по водородной энергетике, которые позволят отрабатывать новые технологии, новые практики, регуляторные решения, формировать предложения экспортного характера в региональных программах, в региональных кластерах. Тоже приглашаем к сотрудничеству в эту экосистему. Это очень важная задача. Туда обращаться, Дмитрий. Да, energy.net.ru — это наш сайт. Все остальные контакты можно найти там. Спасибо. Спасибо большое. Сразу пользуюсь тем, что следующий наш докладчик Юрий Добровольский, который центр компетенций представляет в области Energy.net, сказать и напомнить, что национальная технологическая инициатива структурирована так, что с одной стороны есть рынки, представители которых здесь присутствуют, с другой стороны есть сквозные технологии, которые развиваются на базе тех или иных научно-внедренческих центров. И это такая матрица получается. То есть один центр компетенций может одновременно работать с разными рынками. И вот я хотел бы попросить Юрия Добровольского, чтобы он рассказал про свой центр компетенций. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Юрий Добровольский, руководитель центра компетенций в городе Черноголовке. Он создан на базе Академии наук, Института Академии наук. Так уж получилось, что я тоже с первого форсайфлота участвую в движении НТИ. Более того, тут я могу сказать, что мы оказались удивительными провидцами, даже промазали в худшую сторону, я бы сказал, с точки зрения рынков. Поскольку Дмитрий начал рассказывать про то, что мы боролись с первого дня за водородную энергетику, когда я понял, что в Энджинете ничего не получается, я быстро перебежал в Аэронет, где понятно было почему. Потому что такие технологии, в первую очередь, и быстро востребованы транспортные. И вот я до сих пор нахожусь в группе Аэронет в качестве участника рабочей группы. И, на мой взгляд, там наиболее тесно и развиваются технологии. Второе. Мы в свое время предсказали, что на одних рыночных группах, Аэронет, Автонет и так далее, не продержишься. Для этого нужно железо, для этого нужен еще металл. А для этого нужны сквозные технологии, необходимые для всех. Это было в 2015 году. В конце 2017 года был объявлен конкурс на образование центров компетенции. Потому что стало понятно, например, то, чем я занимаюсь. Вот для всех нетов, которые сейчас есть, энергетика является одним из основных вещей И одним из барьеров, который тормозит это. Ну, наконец, по поводу прогноза третья. Значит, мы в 2015 года сделали прогноз по развитию аккумуляторов для транспорта. Это тоже входит в наш компетенции. На 2020 год. На моей памяти первый раз, когда прогноз цифровой, не рыночный, а цифровой, совпал на 98%. Ну, это значит, мы правильно подобрали экспертную группу и она правильно оценивает ситуацию в мире, а не только в России. Ну, это, конечно, немножко про себя. Центр компетенции у нас расположен на базе Академического института. Он собрал вокруг себя больше 30 разработчиков и промышленных партнеров, то есть те, кто готовы эти разработки у себя внедрять и внедряют. И, наверное, самый большой пул экспертов, это около 70 человек по направлениям электрических источников энергии, вернее, источников электроэнергии. И отдельно, благодаря, спасибо, вот в том числе Минэнерго, мы собрали огромный экспертный пул в области водородной энергетики. Как только это стало актуально, все увидели, что это работает, и это вот-вот взорвется. Значит, Минэнерго тоже взялся за эту работу, и мы активно в нее подключились. Значит, теперь, что мы сами делаем, да, то есть на самом деле мы не только объединяем достаточно большое количество, но мы сами делаем большое количество разработок. Вот те, кто сейчас физически находится в зале, да, может подойти в соседний зал, увидеть выставку, и там вертится ролик о наших достижениях в области водородной энергетики для техники, потому что мы считаем, что это самое первое, что выстрелит в водородной энергетике. И рынок этот не 2035 года, как говорил Дмитрий, да, это рынок энергетики 2035 года, а рынок техники на водороде, на водороде летной, автомобильной, железнодорожной и так далее, это рынок сегодняшнего дня. Мы это говорили в 2015 году, утверждая, что это 30-й год, но в 2020 году мы видим, что это 20-й год уже. Это 20-21 годы, никаких 30-х годов. Гораздо быстрее все движется. Вот, значит, что мы создали, значит, там можно увидеть летающие, плавающие и так далее аппараты на водороде, которые показали в свое время и показывают до сих пор рекордные характеристики. Ну, в том числе, например, мы в свое время, еще до создания Аэронет, показали первый квадрокоптер, который электрический, который пролетал больше 4-х часов. Мы как бы установили мировой рекорд в свое время. Во что это вылилось, самое интересное? Ну, понятно, это разработки от науки до опытных образцов. Вылилось то, что промышленные партнеры крупные заинтересовались этим, и сейчас подобные проекты ведут у себя, инициируют КАМАЗ, Газпром, Росатом. То есть мы начинали работать вот такими маленькими 5 лет тому назад. Я-то 3 года тому назад в области центра компетенции. А сейчас это разрослось до огромного масштаба проектов. Ну, и вышло на государственный уровень, чему я отдельно особо рад. Теперь, соответственно, что мы считаем вот с точки зрения водородного рынка на ближайшее время, и на что ставим ставки. Смотрите, с одной стороны, в России мы уже разработали программу, я и Дмитрий участвовали в ее разработке, внедрение водородных технологий. Однако эта программа в основном направлена на экспорт. Я не оптимист, во-первых, с точки зрения экспорта водорода, потому что цель европейская – это получить зеленый водород, то есть независимый от углеводородов. А это значит, что любая страна, которая внедряет у себя возобновляемые источники энергии, сама у себя может производить этот водород, минуя всякие логистические потери, которые для транспорта газа достаточно большие. Это раз. С второй стороны, это немножко демпфирует то, что даже в программе до 2050 года всех развитых стран половина – это все-таки не зеленый, а голубой водород, полученный у зеленого водорода. А тут у нас остается огромный рынок и огромная транспортная часть. Но для того, чтобы Россия не оставалась только страной-бензоколонкой или страной, которая весь мир энергоресурсами снабжает, мы уже поняли, что в России достаточно компетенций, для того, чтобы мы стали не только экспортером водорода, как сырья, но и экспортером технологий. Реально такие компетенции у нас есть, и они находятся на мировом уровне. Но для этого надо сделать несколько вещей. Первое. Надо создать несколько в области техники водородных площадок, и здесь, к сожалению, без помощи государства в начальной стадии не обойтись. Второе. Надо развивать... И эти же площадки дадут возможность развивать водородный рынок. Ну и в качестве конкретики я тебе теперь скажу. Мы предлагаем проект, который называется «Водородная Россия 2050». А он состоит из трех разных подпроектов. Первое – это водородная трасса Москва-Казань. Что там? Эта трасса является куском трассы Китай-Европа. И Китай, и Европа активно развивают водородный транспорт. Этот кусочек трассы будет запущен в ближайшее время. И есть шанс, что она окажется уже устаревшей на момент запуска. Если будут потребность водородных автомобилей и с одной стороны, и с другой, а у нас не будет инфраструктуры для этого, ну не придется ли нам с нуля все делать и опять покупать все за рубежом и быстро ставить. Так вот, мы предлагаем заранее, именно сейчас, в этом году, начать инфраструктурный проект вдоль этой линии, то есть поставить водородные заправки, постепенно переходя к российским технологиям полностью. Эти технологии есть и уже есть опытные образцы. Во-вторых, по этих трассам заставить эксплуатировать, не заставить эксплуатировать, а начать эксплуатацию водородных автомобилей. И в-третьих, соответственно, поскольку к Иннаджинету мы тоже относимся, хотя бы сквозная технология, сделать возле него небольшой водородный город, который полностью должен был эти технологии аккумулировать для коммунального хозяйства. Ну и понятно, что есть образовательная часть, которую мы назвали водородный университет 2050. Вот комплекс этих проектов по внедрению инфраструктуры и новой техники мы считаем самой большой ставкой в нашей области на это время. Спасибо. Спасибо, Юрий. Вот чего отрезонировало, потому что это звучит и в других тоже группах. Одно, мне кажется, из результатов национальной технологической инициативы, что, по сути дела, реализована модель такой технологической опричнины. Вот энтузиасты, которые инициировали всякие проекты, они, по сути дела, заставили и госкорпорации, и министерства, которые, в общем-то, в эту сторону и не двигались, начать в эту сторону двигаться. Можно еще маленькое замечание? Здесь непросто. Вот мы добились того, что не поглотились. Мы очень боялись чего? Что как только госкорпорации придут, они съедят мелкие предприятия. Это было самое страшное опасение, и как всегда все утонет. Так вот, не произошло это. Во-первых, образовались предприятия лидеры. Подождите еще. Ну да, я тоже, я очень опасаюсь. Мы на пути искусственного интеллекта видим как бы очень активно. Нет, мы уже очень вкусные. Наши некоторые маленькие партнеры в 15-м году уже стали многомиллиардными партнерами, выросли до многомиллиардных. И на равных разговаривают с Росатомов. В любом случае, это работающая модель такой вот энергии, что называется, творчества масс инженерных, мобилизации ее на нужды страны, на ее технологическое развитие. Я не знаю, мне кажется, вот если сейчас могут, можем мы перемешивать онлайн-офлайн. Я бы хотел попросить, чтобы сейчас выступил от технета Алексей Боровков, который в одном лице представляет и рынок, и центр компетенций. И мне кажется, вот в его направлении тоже очень много ярких произошло изменений вот этого производства гибкого. И это прямо драйвер развития на ближайшие 20 лет точно, но который уже сейчас дает очень много интересных, мощных проектов. Алексей, вы нас слышите? Слушай, спасибо, Андрей. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть, слышать про технет. Ну, это, в первую очередь, передовые производственные технологии. Это, конечно, кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, которое обеспечивает технологическую поддержку всем лидерам, компаниям, которые на высокотехнологичных рынках. И рынки здесь все как рынки НТИ. И в создание рабочей группы и дорожной карты технет сразу закладывался в дуализм. То есть мы работаем эффективно и со средними компаниями, и национальными чемпионами, и, конечно, с корпорацией. Это и Росатом, и Ростех, и РЖД, и Роскосмос, и так далее. Что мы закладывали? Какие гипотезы закладывались в 2015 году? Это так называемая концепция фабрик будущего. Это цифровые фабрики, умные фабрики, виртуальные фабрики. Конечно, выстрелило особенно за последний год в условиях пандемии концепция цифровых фабрик, когда все ушло в цифру на цифровые платформы, благодаря которым создаются платформы новых высокотехнологичных изделий. И дальше масштабируется, сразу предваряя этот вопрос, на различные отрасли. То есть, конечно, начали мы с более знакомой нам области автомобилестроения. Ну, дальше-то тренд, это в первую очередь. Ну, конечно же, в ближайшие годы, у России есть 2-3 года, чтобы выдвинуться на этот рынок, или дальше уже будет достаточно сложно. Это электротранспорт, не всякого сомнения. Дальше, конечно, это двигатели. В широком понимании этого слова, это авиационные двигатели, это машиностроение газотурбинные установки, это дизели для кораблестроения. И здесь, вот, например, мы с сценарем транспортными машинами эффективно взаимодействуем. В широком смысле машиностроение. Дальше, конечно, есть сложности, и, опять-таки, коронавирус этой сложности подчеркнул. Это умные фабрики, то есть это производство, где высокая доля должна быть автоматизированных, роботизированных производств, где промышленный интернет используется. И вот это вот с этим некоторые сложности, потому что, конечно, до безлюдного, условно, как образ такой идеального производства, мы, конечно, не дошли. И цифровые фабрики начали множиться, и бизнес здесь растет, заказчики растут, и всем это очень быстро надо. А технология называется цифровые двойники, которые охватывают все этапы жизненного цикла, начиная от разработки, конечно же, конечно же, производства, где технологическая наследственность учитывается, и, конечно, этап эксплуатации, где формируются двусторонние IT-связи с реальным объектом и цифровым двойником. И в случае необходимости даже они синхронизируются по времени. Вот это вот, конечно, большой рынок, и если суммарно говорить про рынок передовых производственных технологий и его неявные такие вклады во все отрасли машиностроения и так далее, то рынок сейчас превышает более полутора триллионов долларов. И здесь я бы отметил, что очень важно иметь или работать с компаниями, которые находятся на технологическом фронтире. Технологический фронтир, конечно же, мирового уровня. Он определяется уровнем и темпами развития. И если бизнес построен таким образом, а виртуальная фабрика – это как раз концепция, которая позволяет малому-среднему бизнесу включиться в цепочку поставщиков, в цепочку создания добавленной стоимости, обладая теми или иными компетенциями или оборудованием, то, конечно же, вот эта схема начинает очень быстро работать, и ты тогда перестраиваешься на ходу в зависимости от потребностей. Тайная отрасль выдвигает те или иные рынки, те или иные задачи, и ты эти задачи решаешь очень быстро. Ну, базовая технология, технология драйвером, интегратором является, конечно, технология цифровых двойников. И здесь вот лидером является и группа компаний КомпМехлаб, и Центр НТИ, который создан, новые производственные технологии на базе политехнического университета. Более того, наша любимая концепция матрешки привела к тому, что мы выиграли конкурс на научный центр мирового уровня, передовые цифровые технологии, как раз интегрируя уже и искусственный интеллект, и роботизацию, и новые материалы, создание новых материалов под определенные изделия и условия их эксплуатации, и многое еще чего. Среди партнеров, которые занимаются аналогичными вещами, я назову, кроме вот Асинара упоминал, транспортные машины, это ОДК, конечно, один из лидеров с точки зрения самой наукоемки создания продукции двигателя. Здесь предприятия такие, как ОДК Климов, ОДК Сатурн, ряд других предприятий, которые на базе технологий цифровых двойников практически сейчас создают новые виды двигателей, эффективных, повышая, соответственно, увеличивая тягу и снижая одновременно массу двигателей. То есть эти моменты. Это, конечно, энергомашиностроение, здесь рэп-холдинги, силовые машины, большие компании, где чрезвычайно важно повышение КПД и применение, значит, делать эффективным генерацию энергии. Я прерву вас, я понимаю, что это ваша тема, любимая. Какой-то яркий один-два проекта, который уже удалось реализовать, который простым людям можно... В режиме мы сейчас и каждый месяц по проекту, но один из самых ярких таких, казалось бы, нерешаемых, но вывод новой, фактически традиционной отрасли, на новый уровень развития, это для судостроения, кораблестроения, это транспортные дизели. Это вот сценарии транспортной машины. Цифровые двойники позволили, скажем, достаточно быстро, не за месяцы, а за дни, часы, сделать калибровку, верификацию, опытный образец, вывести, скажем, дальше серию. И вот это быстрая настройка под требования рынка. Ну, конечно, следующий, вот это я скажу, электротранспорт. И здесь нас ожидает, я думаю, в декабре мы уже выкатываем ходовой образец первого российского электромобиля, ну, а дальше в следующем году это будет в режиме практически каждые полгода будет новинка для того или иного сегмента рынка, ниши с нашими партнерами, инвесторами, либо крупными корпорациями. Кто в области технета хочет заниматься бизнесом или разработки делать, или имеет какие-то научные заделы, куда им обращаться, куда их направлять? Ну, набирать в интернете технеты, там сразу много вывалится очень ссылок, и ассоциация технета, и инфраструктурный центр технет, и центр НТИ, безусловно. Поэтому, пожалуйста, мы открыты, мы очень много выступаем, много лекций, записей есть представлены, курсы, более 6 тысяч за год мы готовим ДПО, дополнительная профессиональная подготовка. Поэтому не потеряются, очень быстро несколько кликов выйдут на нас, именно установим контакт. Спасибо большое. То есть вы как раз являетесь, вот как сейчас 10% населения аграрного кормит остальное человечество, так вы приведете к тому, что там 10% рабочих будет производить все, что нужно для всего человечества. Это Айзи Казимов все сказал, да? Да, а вы как раз вот ускоряете эти тенденции. Ну, раз мы перешли уже, да, звучал транспорт, то я хотел бы к трем транспортным НЕТам перейти и попросить Максима Томских, который представляет Аэронет, рассказать, в чем их ставка и какие проекты уже удалось реализовать за эти 5 лет. Спасибо. В принципе, что можно сказать? За время работы Farsight 2.0, который был с этой весны, рабочая группа сделала ставку на несколько различных направлений. Одной из них это была наземная инфраструктура для беспилотников. Дроны это, конечно же, хорошо, они сделать могут очень многое, но точно так же, как для традиционной авиации немыслимо работа без аэропортов, точно так же и для беспилотников необходима своя инфраструктура, дронопорты. И это все вместе уже в совокупности позволяет реализовать достаточно большой проект, который сейчас у нас называется «Дронофлот». Это масштабируемая автономная сеть из тысяч беспилотников, которые способны выполнять достаточно большое количество задач в автономном режиме, начиная от логистики, доставки медикаментов, грузов, посылок в труднодоступные районы, освоения территорий, работа в агросекторе, аэросъемка, сбор геопространственных данных, дистанционное зондирование земли и так далее. Кроме того, построенная система, реализованный проект «Дронофлот», он позволит реализовать и проект автономной логистики, который тоже существует сейчас в разработке. Это проект, позволяющий в полностью автономном режиме обеспечить доставку каких-либо грузов, товаров, заказов, посылок без привязки к какому-то физическому адресу. С автономной логистикой физический адрес уже не важен. Все это работает на основе индивидуальных идентификаторов получателя, каждого пользователя сети, каждого груза, каждой транзакции и так далее. Достаточно просто указать, условно говоря, номер телефона, и система автоматически выстроит маршрут, доставит груз до места. Даже если получатель перемещается в данный момент, система может отследить его по геолокации и на стадии последней мили отправить к нему беспилотник. А недавно в Питере какой-то там рекорд был в книге Гиннеса, когда там большое количество беспилотников красивую картинку собрали. Это тоже ваши усилия? Да, совершенно верно. Есть достаточно много уже различных реальных результатов, которые в этом направлении, в направлении Аэронета реализованы. То, что вы говорите про рекорд Гиннеса, это компания Геоскан с системой автономного управления большим количеством дронов. Это на сегодняшний день рекорд... Пардон. Это самое большое количество дронов, которые одновременно в воздух были подняты на сегодняшний день. И рекорд это принадлежит компании Геоскан. Точно так же можно еще сказать, что из достижений реализованы защищенные протоколы общения с дронами. У многих возникает вопрос, что если, допустим, дрон летит куда-то с посылкой, нельзя ли его перехватить, чтобы этот груз доставил куда-то в другое место? Нельзя. Протоколы такие киберзащищенные уже реализованы и уже проработаны. Точно так же компаниями из Аэронета разработаны системы, позволяющие в одном пространстве одновременно выполнять полеты и пилотируемой авиации, и беспилотников. И при этом дроны в состоянии увидеть, обнаружить друг друга и пилотируемую авиацию, и, соответственно, разойтись, друг другу не мешать и не составлять никакой опасности для вот таких вот полетов. Ну, примерно вот так вот. Куда обращаться? Проще всего, наверное, будет обратиться в НТИ, и там, соответственно, уже контакты передадут. Спасибо большое. Ну, вообще, если все привыкли уже, что такое, вот есть дроны, там беспилотники и так далее, что такое беспилотные корабли или боржа беспилотная, это вообще трудно представить. И, как ни странно, там тоже идет бурное развитие. И вот рынок Маринет. Андрей Родионов с нами сейчас? Да. Отлично. Тогда я попросил бы вас представить, почему здесь вдруг ожидаются большие прорывы, большие новые технологические рынки, и что уже есть, доказывающее, что это не фантазия? Ну, смотрите, дорожная карта Маринет является достаточно важной, хотя бы потому, что сейчас 80% мировых перевозок осуществляется по воде. Также по воде, на воде добываются 30% природных ископаемых. Разработчики дорожной карты Маринет предусмотрели три больших инновационных направления. Первое – это цифровая навигация, второе – это инновационное судостроение, и третье – освоение ресурсов мирового океана. Например, рынок морских интеллектуальных систем на текущий момент оценивается ежегодно в 10 миллиардов долларов. При этом потенциал роста в этого рынка в два-три раза больше, чем рост традиционного судостроения. Созданные условия, те нормативно-правовые акты, принятые за последнее время, привлекают в отрасль все больше и больше новых участников и компаний, которые кроме традиционных приборов делают системы искусственного интеллекта, виртуальной реальности, кибербезопасности и так далее. Например, можно привести успешно реализованные проекты, которые сделала компания ScanX со своим морским порталом. Это проект MPAG 3D, который сделала компания «Морские инновации». Один из важных и значимых проектов – это проект е-навигации, электронной навигации, который предусматривает разработку российских продуктов, обеспечивающих цифровую платформу для транспортной отрасли Российской Федерации и также продвижение ее в мировом масштабе. То есть в рамках этого проекта разрабатывается, во-первых, куда мы доставляем сервисы и услуги, то есть это судовое оборудование, береговое оборудование, каким образом мы это делаем, потому что также разрабатывается система перспективной радиосвязи морской подвижной службы. И основной частью проекта является российский сегмент морской коммуникационной платформы. То есть это площадка, которая является и хранилищем данных, и коммутаторов, и сводит всех поставщиков сервисов и услуг со стейкхолдерами морской отрасли, то есть судовладельцами, с портовыми службами, с органами государственного регулирования, с таможенными службами. Данный проект сейчас находится в стадии развития и разработки. И отдельно хочу сказать, что его актуальность, она повышается в связи с развитием так называемого безэкипажного или автономного судовождения. Например, один из проектов нашей компании позволяет повысить автономность существующих судов коммерческого и технического флота различного назначения. Работа представлена в выставочной зоне форума, и на нее можно посмотреть, хотя она еще до конца не завершена. Но, тем не менее, все понимают, что машины должны общаться с машинами. И наличие цифровой платформы, которая предоставляет всякую информацию, карты, погоду, телеметрию, всякого рода данные для безэкипажных судов, это направление также является весьма важным и актуальным. Поэтому, Андрей, отвечая на ваш вопрос, да, это уже недалекое будущее, когда параллельно с принятием нормативно-правых актов будут развиваться и суда с повышенной автономностью в какой-то перспективе с полным отсутствием экипажа на борту. А я правильно помню, что у вас вот аквакультура и использование биоресурсов океана – это тоже сегмент вашей дорожной карты? Это тоже сегмент дорожной карты, Маринет, совершенно верно. Спасибо большое. И какая-то у вас есть организация отраслевая или сообщество, куда могли бы все энтузиасты этого направления обращаться? Я повторю, коллег, НТИ, Маринет, и там все координаты присутствуют. Спасибо большое. И, наверное, чтобы завершить с транспортными нетами, как же мы без автонета. Вадим Саханько тоже по Зуму, надеюсь, сможет нам рассказать, когда уже все таксисты потеряют работу и вообще будут ли людей пускать на дорогу, потому что такое ощущение, что человек только мешает там в ближайшее время, будет только мешать, что машины лучше человека все будут делать на дорогах. Добрый день. Я начну, наверное, сначала просто постараюсь рассказать, что такое автонет простыми словами, и потом отвечу на вопрос, действительно ли беспилотный транспорт вытеснит водителей, и когда это произойдет. Если сказать простым языком, то автонеты – это про логистику людей и вещей. Логистика людей – это рынок услуг интеллектуальной мобильности с объемом рынка в Российской Федерации порядка 850 миллиардов рублей. Продуктом этого рынка можно отнести автономные пассажирские перевозки, как раз беспилотные перевозки такси, на такси, на автобусах, шаттлах, а также пассажирские перевозки и сопутствующие персонализированные сервисы, такие как пассажирский транспорт, совместные перевозки на автомобилях, построение оптимального маршрута следования, поиск и бронирование транспорта, различные платежные сервисы. К логистике вещей относится рынок транспортно-логистических услуг, и этот рынок в Российской Федерации оценивается очень большим, порядка 3,6 триллиона рублей. И к продуктам этого рынка можно отнести такие, как автономные грузовые перевозки, это беспилотные перевозки автомобилями и роботами, услуги складской логистики, это аренда склада по требованию и внутрискладская навигация, а также грузоперевозки и экспедиторские услуги, это различные логистические платформы, интермодальная мобильность, перевозка грузов, логистика последней мили, а также различные сервисы для интернет-магазинов. Все эти два рынка связывают рынок услуг на основе телематических транспортных информационных систем, как с применением всех названных выше, ну не только названных выше, но вообще всех сквозных технологий, которые обсуждаются в НТИ. Объем этого рынка составляет тоже хорошую сумму, 150 миллиардов рублей. И к продуктам этого рынка относятся услуги на основе телематических транспортных систем. Это всем известно, и то, чем мы пользуемся практически каждый день, это навигация, это экстренный вызов, мониторинг транспорта, это умное страхование. Другим продуктам данного рынка относятся услуги на основе систем сбора, обработки и анализа данных, к которым относится видеоаналитика, дополненная реальность, и можно отнести еще предрейсовый осмотр водителей. Последние несколько лет в России развивается быстрыми темпами при поддержке Минтранса интеллектуальной транспортной системы в рамках федеральной программы безопасной и качественной дороги. И там можно отметить внедрение различных новых систем в пилотировании передачи данных V2X, 5G, различных адаптивных систем управления транспортными потоками. Следует отметить тренды на этих рынках. Сегодня уже говорили, что тренд сдвигается к электромобилям, и мы подтверждаем, что это тренд номер один, что двигатели внутреннего сгорания уходят в прошлое, и автомобили становятся электрическими. Тренд номер два – управление водителем смещается в сторону беспилотных автомобилей. И там нужно разделить два направления – это дороги общего пользования и закрытые территории. На дорогах общего пользования, когда это появится, это как раз те барьеры, которые нужно решать, бизнесу, который нас сегодня слушает. А на закрытых территориях это уже реальность. И третий тренд – это переход от статических управлений дорожным движением к умной инфраструктуре. Автонет наиболее перспективным направлением считает на сегодняшний день это формирующийся рынок, новый, больших автомобильных данных. В рамках этого рынка НТИ создает новую телематическую сервисную платформу Автодата, которая накапливает, хранит и обрабатывает в себе данные от автомобиля, от человека, который управляет данным автомобилем, и от инфраструктуры. Другими словами, умный автомобиль едет по умной дороге. Автомобиль – это давно уже не просто средство передвижения, а многокомпонентное сложное устройство, которое ежедневно генерирует большой объем данных. Отдельно хочется отметить успех, который мы достигли в рамках реализации создания этой платформы. Это создана платформа V2X, которая нацелена на решение коммуникации автомобиля-автомобиль, автомобиль-инфраструктура, автомобиль-человек с целью повышения безопасности дорожного движения. И решение второй проблемы, которая есть на дорогах – это уменьшение пробок. Это кратко об Автонет. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Спасибо большое, Вадим. Вы не ответили на мой вопрос, когда уже всех таксистов уволят. У вас есть представление, что через 5, через 10 лет будет, через год? Мое экспертное мнение – это произойдет в горизонте плюс 20 лет, потому что количество нестандартных случаев, которые нужно обрабатывать высокоавтоматизированным автомобилем на дороге, оно большое. Именно поэтому компании, которые занимаются разработкой управления высокоавтоматизированными транспортами, наматывают километры на дорогах общего пользования. Я глубоко уверен, что автомобили беспилотные лучше справятся со стандартными условиями, чем человек, потому что скорость реакции машины выше скорости реакции человека. Но в случае больших скоростей, нестандартных скоростей, больших скоростей автономной, существует технологический барьер. Вы слышите, существует то там, то здесь определенная авария. И второй момент – это этическая составляющая. То есть в случае, если фатальное событие неизбежно, то необходимо принять решение, с кем ДТП сделать. И этот вопрос тоже предстоит решить обществу. Да, у нас будет в конце как раз про нормативку тоже доклад, где наверняка эти вопросы, связанные с внедрением новых технологий, будут затронуты, в том числе и этического характера. Я предложил бы тогда из онлайна перейти в оффлайн. В прошлом веке, когда взорвали атомную бомбу американцы, Сталин понял, что физика – это не наука, а род войск. Точно так же, мне кажется, в этом году все тоже поняли про биологию. Что биология – это не просто наука, а что-то такое гораздо более серьезное и важное для суверенитета страны. И я вот хотел передать слово Михаилу Самсонову, который HealthNet представляет тот самый рынок будущего, которого тут вдруг раз и случилось у всех у нас в этом году. Да, Андрей, спасибо. Добрый день, коллеги. Мы не говорим «назад в будущее», мы говорим «будущее сегодня» и «будущее-будущее завтра». И здесь, безусловно, мы говорили о технологиях, но технологии создает человек. Рынок HealthNet – это все о человеке. И вокруг человека направлено на то, чтобы решать проблемы здоровья, качества жизни и обеспечить вот такие решения взрывообразные. То, что с ковидом. И ковид, в общем-то, когда пришел, он такой большой тест был, позволивший оценить, как работают технологии, что было решено. И, с другой стороны, безумно ускоривший часть внедрения технологических проектов. Итак, когда мы смотрели в 2015 году, то было выявлено несколько ключевых ставок, начиная от и понимая следующие моменты, что есть бурное развитие науки и понимание более глубокой деталей проблем со здоровьем и как их решать. Есть технологические решения, развивающиеся, начиная с лабораторий или уже первые попытки внедрения в клиническую практику. Это технологии, вторая составляющая. Третья большая составляющая – фокусировка на человеке и принятие решения самим человеком. То есть все технологии и решения научные приближаются к человеку. То, что называется персонализация. Плюс каждый из нас играет все большую и большую роль в заботе о своем здоровье и принятии решений. И четвертое – понимая, что все, что касается человека, есть масса юридических вопросов, этических, любые вмешательства могут иметь очень значительные последствия. Безусловно, здесь регулирование новых технологий, внедрение – это очень большой вопрос. То есть регуляторные барьеры и создание благоприятной регуляторной среды для пилотов, для возможности применения инновационных решений. Опять же, то, что мы видели сейчас и видим в ковиде, как раз принятие решений пилота, тестирования стало гораздо быстрее, потому что это востребовано, нужно очень быстро реагировать, и технологии здесь начинают внедряться гораздо быстрее те или иные решения. Итак, по направлениям, начиная от проверных диагностиков, у нас шесть направлений, и я коротко прокомментирую, что удалось достичь, где мы сейчас, как мы смотрим будущее. Первое – это что связано с диагностикой и терапией вокруг генетики, потому что это позволяет решить на следующем уровне и найти механизмы заболеваний и их коррегирования. Второе – это, безусловно, биофармацевтика, то есть любые биологические, малые молекулы решения и принятия. Третье – это все решения инженерные и информационные, то есть это фактически IT в медицине, а единая платформенная связка – это алгоритмы, то, что любят называть искусственным интеллектом. И дальше два других направления очень важных – это направление заботы о здоровье и вопрос долголетия, очень близко привязанный к этому. Вот она выстраивается от диагностики через терапевтические, превентивные решения к лечению, где это необходимо, или корректировки. Из вот таких ярких платформенных у нас на данный момент сейчас работает несколько больших платформенных проектов. Из больших интересных я бы назвал, во-первых, запущено и эффективно работает Health Euristic. Это все же связано и опять же во время ковида показало растущую свою эффективность и потребность как рынка, в том числе и компаний, которые участвуют в этой платформе. Это все, что касается диагностики состояния, корректировки и предложений по тому, как правильно заниматься не только физической нагрузкой, но и коррегировать, и подготовить свой организм к тому же к борьбе, к невосприятию вирусной инфекции в случае ковида. Мы знаем, что наиболее тяжело протекает как раз ковид при сочетании с теми или иными заболеваниями, с комобидностью. Другое направление, другое платформенное работающее – это Национальный биобанк. Каждая из стран изучает и собирает информацию о биомаркерах, о том, как это связано с заболеваниями, какие препараты можно применять более эффективно. И вот эта программа запущена. Он активно работающий, связывающий более 90 клинических центров. Это, с одной стороны, коммерческий проект, то есть существуют коммерческие компании, которые этим занимаются. С другой стороны, это очень востребовано здравоохранением для диагностики и подбора терапии. Третий проект, тоже известный, связанный с носимыми приборами, которые снимают те или иные параметры. Это проект, который лидирует, где компания «Хилби». Они уже присутствуют и на международном рынке. Это как раз диагностика состояния и обратная связь. И вот один из проектов, который они сейчас ведут, это мониторирование состояния и нахождение ранних маркеров инфекции и возможного перехода от более легкой инфекции к средне-тяжелому. Опять же, то, что важно при ковиде. На каком этапе, какой терапии заниматься, в какой момент, если возникает необходимость, госпитализировать. То есть это проверено все три платформы тем, что происходит сейчас с ковидом. И продолжая по регуляторике, что очень важно, несколько важных таких достижений. Во-первых, часть была в телемедицине. В прошлом году, когда мы подготовили ряд нормативных актов и сумели вести консультации для эффективного общения с регуляторами разработок в клеточных технологиях. И сейчас один из больших в этом году, это прошло уже через правительство, касается всех диагностиков, всех диагностических тестов инвитро. то есть возможности новых технологий очень быстро, оперативно использовать в ряде опережающих центров, лабораторий и компаний. То есть мы ожидаем выхода документов, что позволит как раз новые технологии в диагностике применять в центрах опережения, в компаниях раньше. Вот все, что хотел сказать о HealthNet, где мы, немножко о планах на будущее. и классический вопрос Андрея, я вижу, он спрашивает, а как нас найти? Нас найти очень просто, через НТИ, можете HealthNet тоже в интернете посмотреть. У нас есть инфраструктурный центр, Мария Галямова возглавляет его, базируется на основную часть в Новосибирске и собирает всех экспертов, проводит образовательные программы. Сейчас идет интересная большая образовательная программа в рамках HealthNet, поэтому пишите, будем рады вашему подключению, проконсультировать, включить в рабочую группу или рассмотреть ваши проекты. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Мы все большие молодцы, движемся минут на 10 вперед расписание, что означает, что я могу про свой Нейронет не 5 минут говорить, а 15. Ну или оставить эти 10 минут потом, если возникнут какие-то интересные обсуждения или вопросы. Про рынок Нейронет, это, наверное, один из самых таких футуристических рынков, это рынок человекомашинных интерфейсов и человекомашинных систем, когда меня дети спрашивают, объяснить, что это за рынок, что это такое. Я нашел такую формулу, оно и взрослым тоже нравится, это то, что к 35-му году заменит интернет. Вот. Поменяются машины, они станут более антропоморфными и похожими на то, как устроен человеческий мозг. Поменяются люди, они, может быть, даже будут расчеловечиваться из-за того, что слишком много общаются с машинами. Поменяются интерфейсы между людьми и машинами, кроме мышки, клавиатуры, появятся различные нейроинтерфейсы, инвазивные, неинвазивные. И это, конечно, трансформация очень большая. Эксперты оценивают этот рынок от 7 до 14 триллионов долларов где-то к 35-му году. Структурируют они этот рынок на 6 сегментов. Два сегмента касаются продуктов и сервисов для людей, которые, условно говоря, пациентов или больных. Это нейромедтехника, нейрофарма и 4 сегмента, связанный с направлениями потребительского рынка. Это нейрообразование, развлечение, спорт, нейроассистенты, нейрокоммуникации, маркетинг. Сделанные ставки в 2015 году в общем-то оказались достаточно неожиданно, скажем так, тоже правильными. И, в частности, один из наших сегментов, нейроассистенты, который, по сути дела, был про то, что мы говорили, что программное обеспечение машины будут становиться более нейроморфными, он выстрелил так, что сейчас у нас есть огромная программа по искусственному интеллекту. И огромное, несколько крупных консорциумов за это время реализовалось по разработке не просто искусственного интеллекта и различных продуктов, сервисов, платформ на основе искусственного интеллекта, таких, как, например, проект iPavlov, это Fistech, Sber и еще несколько десятков игроков или проект Cabrain на базе Сколковского Скалтеха. но также идет и бурная разработка искусственного интеллекта следующего поколения, который, в общем-то, будет более такой, похожий как бы на психику, на то, о чем, в общем-то, наш великий академик Павлов говорил, как устроена человеческая психика, это все начинает сейчас реализовываться и в программных продуктах, и в машинах, которые на основе этих программных продуктов работают. Также начинают появляться железо нейроморфное, не только цифровое, но и цифроаналоговое, аналоговое, у которых там скорость и энергетика вычислений совсем другая. Также выстрелил за эти пять лет сегмент нейрометехника, как ни странно, с другой стороны, это понятно, то есть люди, которые по тем или иным причинам потеряли какие-то свои возможности, например, лишенные рук, ног, парализованные, они гораздо больше нуждаются в помощи машин и технологий для того, чтобы восстановить эти возможности и вернуть себя, насколько это возможно, к полноценной жизни. И в этом направлении выстрелило несколько проектов, в том числе и вышли на международные рынки, которые занимаются кибератлетами, проводятся соревнования сайбатлон, когда люди-киборги соревнуются друг с другом. И сейчас уже понятно, что многие из этих технологий, где, в общем-то, и инвазивные нейроинтерфейсы используются, они вначале внедряются, чтобы помочь больным людям как-то восстановить свои возможности, но при дальнейшем своем развитии они перейдут и в другие секторы, как те же кибератлетические всякие изделия и роботы и будут активно там тоже и уже сейчас внедряться. Еще один сегмент, который мы очень рады, что он у нас выстрелил, это сегмент нейрообразования, удалось запустить целое движение юных нейромоделистов, то есть это по аналогии, как в советское время были авто, авиамоделисты, судомоделисты, вот сейчас есть сотни кружков по стране нейромоделистов, когда дети изучают не просто физику, математику, биологию, химию, а просто они понимают, что природа не делится на физику, биологию, химию, математику, это такое достаточно олдскульное деление, а это в общем-то некий синтез живой, неживой природы, и дети делают различные интересные конструкторы, собирают, ну казалось бы, что можно сделать, можно сделать например детектор лжи для бабушки, или какую-то другую такую систему, которая снимает какие-то физиологические носимые гаджеты и так далее. В этом смысле где мы ожидаем сейчас в ближайшее время бурного развития, это конечно все, что связано с киберспортом, потому что мы знаем, что наши дети зависают в компьютерах и в играх, и это очень липкие технологии, они отнимают все свободное время детей, при этом это какая-то маргинальная область, которая абсолютно не участвует в образовательных процессах, оно считается чем-то таким, мне кажется, интеграция различных киберспортивных направлений в образовательные процессы, это будущее, которое будет очень быстро развиваться. Также мы ожидаем бурное развитие в нейрофарме, поскольку по сути дела те биотехнологии, которые сейчас развились, и те IT-технологии, которые сейчас развились, когда их начинают применять по отношению к мозгу человека, к взаимодействию человека с человеком, к каким-то объединениям людям, к сообществам людей, это порождает огромное количество новых технологий и новых направлений. Очень большое перспективное направление нейрокоммуникации, это так называемые организации будущего, которые устроены не как классические иерархии по Тейлору, а в виде платформ, такие организации начинают появляться на всех рынках в мире, в том числе в России, там, не знаю, вот сеть там вкусвилл магазинов, когда тысячи магазинов, при этом все это на цифровой платформе находится с управляющим, с отсутствующей иерархией, с небольшим офисом, вот такого рода организации начинают появляться именно благодаря коммуникативным технологиям нового типа организации во всем мире в разных отраслях и появляясь, они быстро выиграют конкуренцию и занимают соответствующие сегменты. Соответственно, все, кто интересуется этими направлениями, приглашаются, как говорится, в НТИ, у нас есть отраслевой союз нейронет, руснейро.нет адрес, и все, в общем, есть несколько центров компетенции, которые в этом направлении работают на базе физтеха, ИТМО, МГУ, Дальневосточного университета. Мы все ждем энтузиастов, предпринимателей, инженеров, кто верит в этот рынок и кто хочет творчески в нем самореализоваться. И дальше я хотел бы передать слово Денису Кравченко, депутату Госдумы, который, как я знаю, расскажет про нормативку и все, что связано с новыми технологиями. И вообще, конечно, я о себе частично говорю, многие предприниматели, они при слове нормативка, законодательство сразу начинают грустнеть, потому что, казалось бы, это скучная, скучная бюрократия. Однако, на примере действительно вот той ситуации, которая случилась с ковидом, могу сказать, опять же, на примере даже своей фирмы, мы говорили о том, что нам нужен фасттрек для регистрации лекарств, быстрый, в случае чрезвычайной ситуации. Говорили это, не знаю, лет 10, наверное, Минздрав, ясно дело, на это не шел, потому что это рискованно и так далее. Вот случился ковид, вышло 441-е постановление, которое дало тот самый фасттрек, и мы там, благодаря ему, в течение трех месяцев сделали препарат, который прямого противовирусного действия, вывели его на рынок, и сейчас более 100 тысяч человек уже вылечено. Нет худа без добра, да? Да. А до этого 10 лет говорили, смотрите, в Америке есть фасттрек, в Европе есть фасттрек, везде есть. Почему у нас нет? Почему мы должны, как бы, конкурируя с западными конкурентами, иметь худшие условия? Чувствую себя отсталым на фоне участников. Я понимаю, все очень прогрессивное сообщество представляют, однако один я в маске, но стараюсь себя, как законодатель, вести законопослушно с учетом вводных от мэра и губернатора Подмосковья. Ситуация действительно очень тяжелая и опасная, хотя, я думаю, Михаилу здесь, наверное, виднее, с учетом специфики деятельности, ну и по соседству со мной, представителю Российской Академии наук. Но, тем не менее, о чем я хотел сказать? Мое выступление категорически будет отличаться, естественно, от всех предыдущих выступлений. Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение и также за то, что дали мне возможность выступить именно в конце. Моя задача, задача моего приезда сегодня, конечно, это получение актуальной информации, в первую очередь, и запроса со стороны лидеров нетов и участников сообщества. Мы прекрасно все с вами понимаем, что сегодня наша страна сосредоточена на ключевых проблемах повышения конкурентоспособности отечественной экономики и задачах перехода к технологиям четвертого, четвертой промышленной революции, где ожидается переход на полностью автоматизированные цифровые производства, управляемые интеллектуальными системами в режиме реального времени. и понятно, что НТИ как раз включает новые глобальные высокотехнологичные рынки, борьба за лидерство на которых произойдет в ближайшие 20 лет. Мы это все понимаем, я это произнесу, потому что не сказать этого я не могу, поэтому, собственно, я здесь. И именно поэтому в настоящее время перед нами, как законодательным, перед депутатами Государственной Думы, перед правительством особо остро стоит задача сосредоточить все финансовые и управленческие ресурсы на построении основы этих будущих рынков, на развитие инноваций. Это мое понимание этой задачи, в этом направлении собственно я и работаю. И я бы исходил из того, что по сути сегодня генеральным заказчиком нашей национальной технологической инициативы выступает государство и значимость проектов НТИ определяется уже просто интересами национальной безопасности и перспективами развития отечественной экономики. Вот, собственно, это важная вводная часть. Мы, конечно, для того, чтобы стать серьезными игроками и идти опережающими темпами развития, мы об этом не раз говорили с Дмитрием Песковым, который мне приводил ужасный пример по поводу нормативки в области дронов, когда мы обладали еще буквально 5-6 лет назад передовыми технологиями, пока все это рассогласовали, оказались позади уважаемых коллег, которые просто более оперативно работают с законодательством. И в этой связи, в том числе, мы создали экспертный совет по законодательному обеспечению национальной технологической инициативы в Государственной Думе. Часть коллег здесь присутствуют присутствующих. Я как-то по старой памяти Алексея Ивановича рассчитывал сегодня увидеть, но часть меня там сегодня с ним, в моей альмаматор в Политехе Питерском. Да, добрый день еще раз, уважаемый Алексей Иванович. на самом деле мы в этом направлении стараемся активно работать, помогаем чем можем, причем как на направлении законодательства и думской площадки, так и на площадке партийной, на которой мы инициировали проект «Локомотива роста» и одним из первых проектов финалистов, который мы поддержали сегодня и стремительно активно поддерживаем его внедрение в дальнейшем, это как раз «Фабрики будущего». Алексей Иванович знает, мы с ним инициировали и встречу с министром промышленности, и лекцию он замечательную читал в одну из суббот более чем 400 сотрудников Министерства промышленности и торговли, это как раз наша подача была, и мы признательны за сотрудничество и знаем, что ведущие компании и корпорации, в том числе Роскосмос и ОСК, они внимательно очень относятся к его инициативам. Значит, за несколько лет, которые существует наш экспертный совет в Государственной Думе, который мы вместе запускали, деятельность, которую мы вместе запускали и со Светланой Чупшевой, и с Дмитрием Песковым, и при непосредственном кураторстве и поддержке руководителя нашей фракции Сергея Ивановича Неверова, мы постарались выстроить конструктивные максимальные, где это возможно, конструктивные взаимоотношения между основными профильными комитетами и НЕТами. я приходил в ОСИ еще как партнер индустриальной, работая первым заместителем генерального директора Объединенной Ракетно-космической корпорации и до избрания своего, и потом не стал эту тему оставлять, потому что считаю ее крайне важной, перспективной и интересной. Сегодня в той или иной степени в эту работу по законодателями вовлечены, точнее в эту работу с НЕТами вовлечены около десятка профильных комитетов. Я скажу прямо, что настроения комитетов совершенно разные и где-то это полная открытость и содействие, где-то это более консервативный настрой. Не буду сейчас в детали уходить. Скажу лишь, что мы периодически проводим наши заседания, в том числе на площадке Сколково, в том числе некоторое время назад мы работали вместе с Песковым Дмитрием Николаевичем на острове 10-22, кажется, он назывался, который в Сколково проходил. Мы активно стараемся готовить законодательство к инновациям. Вот наша основная задача, чтобы, во-первых, коллеги мои, депутаты были настроены на это более, как вам сказать, открыто и, может быть, где-то смело, потому что есть ряд вопросов, которые сегодня звучали среди выступающих, от выступающих, касательно, собственно, в том числе то, что вот от коллеги из Аэронет прозвучало, когда машине придется выбирать и так далее, таких вот моментов человеческих, да, я хотел бы сказать, что нам кое-что удалось сделать на сегодняшний день. Сейчас посмотрю. Во-первых, значит, мы мы смогли в этом году принять такой хабовый ключевой закон для развития НТИ об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России, наверное, все знают об этом. И, собственно, с принятием этого закона мы будем активнее тестировать и развивать новые цифровые сервисы, а также телемедицину, беспилотный транспорт и другие услуги в рамках пилотного региона Москва, чтобы дальше экстраполировать его на территории всей остальной нашей страны. Кроме того, мы продвинулись достаточно неплохо в области значит в области там закон о микрогенерации, который откроет путь новым участникам рынка электроэнергии. Сегодня об этом упоминалось и в частности поможет интенсивнее развивать рынок энергонет. А также законе о концессиях в электроэнергетике, который будет способствовать уменьшению рисков концессионеров, поможет привлечь дополнительные инвестиции в сферу электроснабжения за счет создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессии. мы активно работаем с Минтрансом, хотя Минтранс тоже по-разному достаточно настроен, но я считаю, что мы здесь в начале пути очень важно. Я хочу подчеркнуть для нас, для политиков, депутатов, в некотором смысле чиновников, очень важна поддержка глобальная. я согласовывал создание этого совета лично с председателем Государственной Думы, и Вячеслав Володин, который сегодня возглавляет экспертный совет Госдумы по цифровизации, очень активно поддержал создание такого совета по НТИ. Правда, как бы, ну и поручил соответственно этим заниматься лидеру фракции Единая Россия и председателю нашего комитета вместе со мной. Поэтому, на самом деле, мы смотрим оптимистично, и здесь в заключении своего выступления я хочу сказать, но мои контакты есть, наверное, у организаторов НТИ. Для какой-то информации более оперативной я могу продиктовать свой электронный адрес, он звучит так же, как моя фамилия, кравченко собакадума.gov.ru кравченко собакадума.gov.ru Мы открыты к сотрудничеству, и любые такие моменты, где идет пробуксовка, готовы обсуждать на площадке Государственной Думы с привлечением фаивов, экспертного сообщества. Денис Борисович, я вообще думаю, поскольку Дума сейчас влияет на правительство и будет влиять в связи с новыми поставками гораздо сильнее и ответственность снести, в том числе за правительство, то налаживание интерфейса с НТИ, с предпринимательским сообществом, с инженерами, оно вам тоже даст обратную связь, что называется, с земли среди технологических лидеров. И мы очень рады, что вы инициативу проявили и приняли участие в нашем аннеле. Спасибо за приглашение, Андрей. Если есть вопросы, я могу на них ответить. Спасибо большое. Коллеги, ну мы прямо уложились точно во время. Я не знаю, у нас есть еще какое-то время или нам надо завершаться. Видимо, нет. Я хочу тогда всех участников еще раз поблагодарить. Непривычно, конечно, в таком формате работать, но я надеюсь, что это скоро все закончится и хочу всем вам пожелать здоровья, не надо ничего бояться, все будет хорошо. Всех либо вылечим, либо провакцинируем. Наша, как говорится, наука и технологии нам не дадут пропасть. Спасибо большое за участие в данной панели дискуссии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok